Тили-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли. Давай сегодня поговорим про самых умных и про самых хитрых. Хитрых. Попадается очень много российских фильмов. Сейчас это очень сильно пропагандируется. Когда очень умные, изворотливые женщины добиваются успеха своей изворотливостью. Точно так же, как и мужчины, всех обманул, всех обхитрил, контракт заключил. НЛП, техники манипулирования. Сейчас, кстати, гипноз начали популяризовать, что меня очень сильно удивляет. Начали популяризовать экстрасенсов и гипноз. То есть, когда уже стало очевидно, что это сон, что это не имеет под собой основы для того, чтобы реально помогать человеку развиваться, что это все равно засыпание, вдруг как будто пошло такое коллективное одобря. Ну, если это не позволит коллективному развиваться дальше, а спим дальше, значит, можно. Можно. Меня даже это очень сильно удивило, потому что еще 10 лет назад про гипноз это... Я помню, как я когда-то арендовала зал, и у меня спрашивают, какое мероприятие будет. Я говорю, ну, приезжает известный гипнолог, врач и так далее. Будет семинар по гипнозу. И мне в одном месте отказали в зале, сказали, что это страшно, это какая-то чудовищная... Я говорю, так врач, психотерапевт приезжает. Мне говорят, нет. И мне один зал отказал, а второй зал именно в институте образования дали. Ну, сам факт, люди еще 10 лет назад боялись гипноза. А тут в фильмах уже популяризация пошла. Только спите. Только не просыпайтесь. Капец. Такое, видишь, массовое. Ну, на самом же деле, сейчас продвигается эта тема. Смотри, почему продвигается? Потому что здесь интерес у человека. Если раньше был страх, страх почему был? Потому что это было непонятно, что-то такое завуарированное такое, да? Поэтому было страшно. А сейчас уже пошел интерес. Ну, когда гипноз расписали и показали, что вся религия на гипнозе, а религии можно, а тут нельзя. Ну, как такое, может быть? И даже, знаешь, я бы, что Даша сказала, интерес... И знаешь, а почему интерес вот возник? Как желание как желание уникальности вот этой, знаешь, как раньше... Мистической. Мистической. Раньше это, когда это было все завуалировано, да, то тот, кто умел это что-то, это была какая-то очень важная персона. Ну, вольф-мессинг, да. Да, важный. А сейчас это можно, да? И вот у каждого этот появился вот этот червячок. Шанс на уникальность. Да, шанс на уникальность. Конкретно. Ты знаешь, что меня напоминает, кстати, по образу и подобию прям вообще. На самом деле, насколько все по образам ложится. Это возьми любой бизнес. Возьмем, допустим, там ларьки, как были раньше, да, только начались. И все так, о-о-о, что-то... А потом ты-то еще, ты-то еще, ты-то еще. Их уже по всему городу сдал. Вот сейчас это мне как-то почему-то напомнило. Да. Причем, понимаешь, идет популяризация с перевиранием, что меня тоже удивляет. Либо люди не понимают сути, потому что вот показывают там успешных экстрасенсов, и вот они там владеют таким гипнозом, что раз был глухой, и он вдруг резко слышать начал, потому что это у него психотравма была, что у него уши перестали слышать. И всякую... И ты смотришь на это и понимаешь, блин, какая ахинея. Копирование. На самом деле копирование. Без понятия по этому. Без понятия, с обманом, с выворотом, со всем этим. И уже хотя бы показывали достоверные вещи, потому что есть же люди, которые, они же в это уверуют, это ж... Вот те же самые возрастные бабки, они скажут, так это ж по телевизору показывают. А значит, все свято верить. Да, можно свято верить. Да. То есть, вот смотришь на эту глупость и офигеваешь. И тогда смотри, глупость, да, а при этом, смотри, ложь развивается. Ложь развивается, и... Ложь и обман. Прямо шагают по планете всей. Они ведут к сумасшествию. Видишь, заложен следующий контур, вот чуть дальше. Вот это сумасшествие силовое, когда безумие, вот в чистом виде безумие. Человек считает себя умным, а на самом деле он ведет себя как вообще полностью сошедший с ума. Чего только... Ну вот, на сегодняшний день, если взять мир, давай посмотрим шире, в мире сегодня уже идет легализация детской порнографии Европа, детской проституции Пакистан Пакистан и арабские страны. То, что женщинами и людьми торгуют, как это были в средние века, это сегодня и есть. Возьми тот же ИГИЛ. Сегодня мужчины женятся с мужчинами, официально вступая в браки, женщины с женщинами, и им позволяют усыновлять детей. Сегодня у законных родителей отбирают детей. У нас тоже есть в работе человек, у которого двоих детей отобрали на том, что не так себя вела с ними на улице и так далее, и так далее, и так далее. И я, когда вот эти вещи вижу, вы сумасшедшие люди, вы больные. Опять-таки, все, что касается той же самой пищи, возьми, от того, что ты будешь травить и употреблять пищу, нефть и продукты и травить других людей, ты станешь на этом счастливым, ты дольше проживешь, ты будешь богаче, у тебя жизнь там коренным образом изменится. Сколько тебе надо для того, чтобы быть счастливым? И вдруг оказывается, что счастье от денег не зависит, вообще никак не зависит, оно находится внутри тебя, а не снаружи. Но внутрь никто не разворачивается. И ты знаешь, вот когда вот эти вещи видишь, я вот сейчас наблюдаю за развитием там одних событий, где человек просто безудержно врет. Вот он врет и выкручивается, врет и выкручивается, вот как у Жака на сковородке, да, и ты понимаешь, вот концовка на самом деле уже видна, уже понятно, чем все это закончится. Но вот наблюдаешь за этим и понимаешь, блин, а как вот с людьми, вот которые так живут, как с ними общаться, как с ними взаимодействовать, вот такой человек обращается там к нам, вылечите, спасите, я там умираю, у меня там все плохо, и как ему помогать? Вот как убрать эту змею со сковородки? Вот эта ложь, она она катастрофична, и именно это основа всех болезней, что, кстати, интересно, на медицин, на аптеке, да, там змея такая, вообще подсознание просто стебется, все перед носом, все перед носом, идите, вы к змее идете, да, или за змею идете, и вы сами ведете себя, как змей, вот это все видишь, и просто, ну, но при этом это весело, это весело, да, но смеется тот, кто смеется последний, на самом деле, я знаю, что на чем, кстати, она начала говорить, что стала замечать много ну, там разных в интернете, да, так вот, я смотри, новых, новых каких-то, я начала, не знаю, натыкалась ты или нет, я просто забыла тебе тоже рассказать, уже дважды, потому что, один раз наткнулась, и думаю, ой, расскажу тебе, забыла, сегодня опять, я не помню, как это называется, но, когда у людей, сейчас вообще будет, когда половое влечение к деревьям, я не помню, как это называется, но, я еще не встречала, вот, ты понимаешь, насколько болезнь прогрессирует, она прям, и, и прямо они вот стоят, обнимаются с деревом, целуются, взрослые трутся, но, самое главное, я взяла, почитала комментарии под этим, стало интересно, что люди пишут, и натыкаясь на сообщение, то есть, там написал человек, что мы столкнулись, мы живем в Германии, опять-таки Германия, смотри, и мы столкнулись с этим, не помню, сейчас в школе, или в садике там, приходили, или приходят, такие, которые ходят потом, там, раздеваются голые, там, что-то с растениями, что-то там, детям показывают, что-то такое, вот это было для меня, вот я, когда это прочитала, для меня это был ужас, представляешь? Так же, как я в ТикТоке тоже наталкивалась на выступления специалистов, профессоров, образованных по гендерным технологиям, и как они рассказывают о разнице между полом и гендером, и как обучают детей гендерному воспитанию с двух лет, с двух лет это когда личность еще не сформирована, понимаешь, это все, это ломка личности, это ломка жизни, это психически больные люди, но точно так же, как на усыновление гомосексуалистам, отдай здорового мальчика или девочку, или лесбиянкам, и они будут больные, они копированием идут, другого метода передачи информации нет, если ты даешь ребенка в семью психических больных, то ты получаешь психа, но это же очевидно, потому что если вы посмотрите на родителей любого психически больного человека, вы увидите, с кого он взял эту информацию, с кого он скопировал расстройство. На самом деле, смотри, есть такое высказывание такое, и я тоже буквально недавно на этом высказывании прям вот словила, и у меня такие, знаешь, как прям ясность такая в голове, хочешь победить врага, воспитай его детей. Десяточку. Да. То есть, смотри, если мы не будем думать, кому мы отдаем на воспитание своих детей, или кого мы приглашаем к себе воспитывать детей, если мы будем это, это, знаешь, как, во-первых, не на себя возлагать, а вообще бездумно даже выбирать человека, которому мы отдаем своего ребенка, то твой ребенок, он просто, это уже не твой ребенок. Да. Ты воспитаешь, то есть, его воспитает тот, кто, ну, то есть, он будет таким, кто его, как его воспитали, тот, кто воспитал, да. С кого он копирует информацию, таким он и будет. И ведь это высказывание, оно на самом деле очень, оно давно-давно. Да. Хочешь победить врага, воспитай его детей. Блин, я не знаю, у меня в этот момент, как прямо в голове, как щелкнула ясность. Я сразу вспомнила Петра Первого. Я сразу, Наташа, вспомнила все. Вот смотри, я сейчас такую тему, которая у меня прямо объемом открылись глаза. И думаю, что и у тебя, и у всех, кто будет слушать, откроются глаза. Это гувернантки. Кого брали? Прислуг гоняй. Заграничных. Прислуг заграничных. И вот именно тогда, именно тогда и пошло, смотри, сила русского духа, нашей земли русской, и она ослабла. Да. Именно тогда, когда наших детей стали воспитывать заграничные гувернантки. Это было очень-очень престижно. И точно так же сейчас престижно от паралит ребенка учиться в Британию. Да. Это все об этом. Все и все. И нашей силы, вот этой русской, славянской силы, ее больше нет. Потому что, вернее, она еще есть. Еще можно мозги свои пошевелить извилинами и развернуться к себе. А еще чуть-чуть, и все. И нас нет. Потому что, смотри, тоже скажу такую штуку, язык, славянский язык, мощный, сильнейший. Язык, прямо основа основ. А теперь смотри, это русской земли, да? А вот теперь смотри, когда, опять-таки, тоже на этом же, хочешь победить врага, воспитая его детей. Так вот смотри, когда стало престижно учить иностранные языки, это пошло обесценивание. Парадокс. Обесценивание своего и ослабевание народа, когда русского народа. Потому что, смотри, был славянский язык, было время, когда вот это славянин, да, была, это мощь была, это очень мудрые, были разумные. Ну вот просто сила была, сила невероятная. И чтобы ее победить, что надо было сделать? Именно это, воспитать детей. И тогда вот этот червячок с языками, смотри, что делает, когда ты свой язык, да, и, вот смотри, вот прям почувствуй. Миром управляет тот, на чьем языке разговаривает мир. На самом деле, это именно так. И смотри, русский язык был мощным языком. Санскрит. Но мы, да, но мы стали говорить на разных тугих языках, а значит, мы растеклись и расслабли. А теперь смотри, и мы стараемся, нам привили это, выучить, другие языки это развивает, да, но при этом мы забываем русский. Посмотри, наш язык, он исчезает, он исковеркивается. А теперь смотри, а ведь сила в, и это о слабости, а сила в чем? Когда весь мир разговаривает, я же только что сказала, правит тот, кто на чьем языке мир разговаривает. Когда весь мир пытается выучить русский язык, потому что там сила, да, так вот это вот и размазано. все. Вот это 90-е, распад СССР и то, что сделал Горбачев. Да, 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 в чистом виде, в чистейшем виде, но при этом мы можем перекладывать на него ответственность, а все равно ответственность в нас. Мы бежим, как за фантиком, мы побежали за искусственностью, мы свое предали, свою силу, свою. Согласна здесь, ну, видишь, как устроен человек, он сиюминутно находит выгоду. Сиюминутно. Вот смотри, пример, в Беларуси. Мы попались как дети, блин, в ловушку. В Беларуси, грубо говоря, если раньше ребенок поступал в высшее учебное заведение, его не брали в армию. Потом он шел в магистратуру, его не брали в армию. Он шел в аспирантуру, его не брали в армию. Он доходил благополучно до 27 лет, не служил, потому что нахрен он этой армии не нужен. У него по-другому заточен мозг, и он отдает государству больше, чем он бы отдал через армию. Но сегодня ребенок так или иначе пойдет служить, а здесь рискованно оставлять сыновей. И что делают мамы? В Польшу. В Польшу. И ребенок учит польский язык. Ребенок считает, что там получит... Предательство себя. Все пошло. Это о слабости, об исчезновении, силы. Да. И таким образом на сегодняшний день молодежь, заканчивая 10 классов, бежит. А зачем? И почему бежит? Потому что изменено законодательство, и по сути дела мальчиков всех вытолкнули за границу. Вытолкнули. А здесь остаются только те, кто не прошел медкомиссию, либо те, кто хотят служить и воевать. Да. Опять-таки, все в две категории. Ложь и обман. Ложь и обман. Вот она ложь. Вот он был пунктан. Болезнь. Это болезни, потому что... А слабости. Нету молодого поколения. Да. И страна тогда начнет быстро стареть. Это при всем том, что у нас-то с размножением нормально. Все еще здесь. Здесь-то не вмешались приилочки и так далее. Так сильно, как, например, в той же самой Германии. И не пришли голубые с репродуктивными функциями. Здесь пока сохранено. А отток идет туда. Зачем? Предательство себя. От себя не убежишься. Но возвращаться придется. Что такое молодость? Что такое вот молодые люди? Что такое молодость? Это жизнь. Это жизнь. И если молодость, молодые утекают, убегают... Тогда нашу молодежь будут воспитывать. Вот и все. Молодость, жизнь утекает, и уже нас нет. Их воспитывают другие. Все, мы исчезаем. Мы исчезаем, как нация, как сила. Ну, вот разбежались. Все, разбежались. И нас нет. Я это вот настолько осознала в один миг с языками просто вот именно с этой фразой, которая прям открыла большое пространство. Когда хочешь победить врага, воспитай его детей. И у меня так... А видишь, как с языками интересно. У тебя с этой фразой пошло. У меня был опыт. Я вообще все через свой опыт проживала. У меня жизнь, если оглянуться, настолько интересная. Я иногда просто офигеваю. То есть, я успела залезть во все дыры, куда только можно было с моей энергией. Так вот, у меня был опыт. Это было сразу после политеха. Я заканчивала одновременно политех и одновременно училась в Инъязе. Я там тоже успела поучиться. И была моя первая поездка. Я тогда мечтала быть переводчицей. Была моя первая поездка в Германию. И я переводила там человеку. И вот шли переговоры. И он говорит, а я понимаю, что он врет. А я такая упрямая была. Я никогда не любила обман. Я не хочу это переводить. Понимаешь? А моего мнения никто не спрашивал. Твоё мнение сиди и ляпай языком. Тебе тебе за это платят. И, в общем, у меня тогда был такой конфликт программ. Я вернулась из этой поездки. И я отказалась больше переводить. Я сказала, я буду работать где угодно, как угодно. Но я не буду переводчицей. Я не могу переводить ложь. И вот в тот момент, когда я там была, у меня внутри был такой щелчок на русский язык. Я словила одну штуку, что когда человек оказывается в поле, который не знает языка, он всё равно будет очень быстро адаптироваться. Он будет адаптироваться под среду. Но самое главное, что тогда среда, которая хочет с ним взаимодействовать, она тоже будет искать варианты. и она тогда будет учить русский язык. И я это заметила по людям. И когда я это заметила, потом у меня жизнь сложилась по-другому. Мне немецким нужен был только технический. И прошли годы, когда речь зашла об английском языке, у меня ещё был английский и польский в объятии. Но я их так и не доучила, я это всё бросила дело. Но сам факт, что в какой-то момент я поняла, что я не хочу учить английский язык, я не хочу учить польский язык, я не хочу учить, даже вспоминать не хочу немецкий, хотя я его понимаю как белорусский, но я не хочу, мне они не нужны. Я везде, в любой стране разговариваю по-русски. Заметь, помнишь, гипноз, смотришь в глаза человеку и представляешь то, что тебе надо. И человек понимает, что ты хочешь. Ни разу не было проблем. Никогда. А если у тебя вдруг там что-то очень сложное, то гугл в помощь, вообще никаких проблем. Но самое интересное, что когда ты становишься и так не понимал, то среда делает всё, чтобы тебя понять. И тогда получается, весь мир идёт к тебе, а не ты служишь всему миру. И я, когда вот это дело словила эту фишку, я на ней сижу полностью. Да, так вот в этом и суть, когда мир идёт к тебе. А именно что произошло с нашими землями? Мы рассыпались. Мы рассыпались. Мы пошли. Смотри, нигде, ни в одной стране нет такого, как есть у нас, у русских и белорусов, ну вот русскоязычных. Знаешь что? Бутики, магазины на английском, на каком угодно, только не на русском. Мало на русском. Ты в какой-нибудь стране видела, чтобы было русскими буквами написано? Нет. То есть полное предательство. А ведь речь, язык, да, это самая большая сила, которая действительно и есть та сила, которую создаёт и управляет, да, строит. Вот. И когда мы размазали это, мы размазали сами себя. Мы пошли подстраиваться, а не пошло под нас. Так ты вот попробуй сказать даже своим детям. Дети, научитесь так, чтобы среда подстраивалась под вас и старалась донести на вашем языке нужную вам информацию. Тебя не поймут, ты сумасшедшая. Понимаешь? А ведь на самом деле, а кто сумасшедший? Так в том-то и дело. Понимаешь, вот когда ты видишь очевидно, где жизнь, где сила, да, а у человека в голове наоборот. Вот это очень, очень знать это и понимать, что человек тебя не понимает, да, это как на разном языках вот разговаривает. Вот человек, смотри, в любом деле точно так же, я хитрее, я умнее, я буду первым, я буду знать, я смогу понять, меня не обманут. Вот, вот я, 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 эго. А эго, когда раздувается, оно дует пустоты, внутри слабость. Да, пустота. Ты это делаешь из слабости, дабы обслуживать. Да, да. Но тогда в тебе теряется создатель, ты становишься обслуживающим персоналом тех людей, которые в своей голове управляют. Вот вся разница. Вот эту вот старославянскую, как ты сказала? Не старославянскую, а как ты сказала? Там санскрит, да, это растягали так хитро. Растягали, растягали, растягали и сделали, ну, то есть, и мы забыли об этом, о себе, да, а вот эти растянутые кусочки, они так четко-четко чувствуются, где, как, где лежат, в чем. Это все вот эти эзотерики, магия, религия и так далее. И пошло, и наука тоже самое. Все растянуто, да, раздроблено. Да, да, расхватано. Человек развернут в объективную реальность. Пока у человека есть объективная реальность, пока он в нее верит, пока он выносит на нее ответственность, пока у него есть потребность в вынесенном Боге, Бога, значит, в нем нету, и тогда это место занимает посредник. А какая разница, кто будет посредник? Будет наука посредником или будет религия? Я недавно хохотала, когда увидела в чате экспериментальном там новость, что кто-то выложил, и конкретно, я уже не помню, какая тема, и там пишут, смотрите, девчонки говорили, из психики достали вот это. И там дальше статья, скрин такой статьи, ученые Массачусетского университета, там подтвердили, и говорят то же самое, что мы из психики достали, только мы достали это раньше, чем эти ученые это предположили и проверили. Почтали. А вот, и интересно было то, что я беру и этот пост даю почитать моему мужу. Я смотрела на его реакцию. Меня такой смех брал. Понимаешь, когда у человека вынесен авторитет, ну как может быть авторитетом жена? Ну жена – это вообще не авторитет. Мы две сумасшедшие, которые говорим какую-то ересь, да? И тут, а тут какие-то профессионалы почувствуют. И у него такой, знаешь, у него раздрайв такой, куда кинуться? Ой, ну это так весело, смотришь на это и понимаешь. Вот он, когда у человека теряется земля, выходит из-под ног, потому что есть некий вынесенный авторитет, который за ноздри поднял уже его. Но это одно дело, когда ты смотришь вот на такую реакцию, а другое дело, ведь точно так же за ноздри можно брать и поднимать кого угодно, просто пользуясь дезинформацией. В принципе, что сейчас и делается. А сейчас вообще дезинформация валится разнокалиберная. даже передоз даже на это дело. А будет еще усугубляться. Усугубляться, потому что оно болезнь, то есть начинает очень сильно прогрессировать. То есть это просто вот мир болеет и болезнь прогрессирует. Она же видна, она прям вот вылазит и при этом вылазит благодаря интернету. Вообще просто бомба. Искусственный интеллект. на самом деле искусственный интеллект это фишка, которая очень опасная и в то же время какая она классная. Благодаря ей можно все увидеть в один миг просто перед носом. И ты видишь ху из ху. Искусственный интеллект сейчас относит к разработкам современной науки. Но если брать контура психики, это все повторяемая штука. И он был в каждой цивилизации. И в каждой цивилизации он был в самом конце как элемент складывающий цивилизацию. Который вот да, да, да. Мы просто дошли до этого контурного развития. Да, потому что именно искусственный интеллект он собирает, объединяет все искусственное. То есть а что такое искусственное? Искусственное это ложь и обман. Болезнь это искусственное. Вот он все это собирает и у тебя перед носом вся твоя грязь, которую ты не видел и ты можешь увидеть. Все отфильтрованное в зеркале ты смотришь, предстаешь и перезагружаешься на новую игру. Да, да, да. Циклическая ошибка пошла. А потом только декорации меняются и все. Ну форма тела может измениться или цвет кожи может измениться как от расы к расе и так далее. Потому что это все были разные игры. Каждая раса это разная игра. Да. Но это все интересно. Прямо сорвала. Это интересно, да? Очень интересно. Когда ты видишь это все у себя раскрывается, просто глаза раскрываются. А на самом деле благодаря всему этому видишь, насколько все просто это и под носом у человека, а человек отворачивается от этого и хочет изворачиваться, подстраиваться, обманывать, лгать и никак не понимает, что он обманывает только себя. Только себя. И тогда он идет конкретно в сторону болезней, потому что предает себя, себя настоящего. А смотри, ведь эта игра вообще вся, вот начиная там с определенного контура и дальше, идет только игра в предательство. Только. Других игр даже нет. То есть если смотреть шире, то вообще изначально игра в ложь, но игра в ложь все равно будет в дальнейшем развита в игру в предательство. Это предательство себя. Так вот, смотри, как интересно игры были устроены в предательство. Если брать там, ну, я буду сейчас утрировать, вот если взять эру динозавров, да, и там, когда мамонта надо было завалить, то предательство рассматривалось как, например, ну, изменить одному племени и пойти в другое племя, да, то есть вот на уровне воинствующих таких вещей. Потом разновидности предательства менялись, 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 и, например, измена, это тоже разновидность предательства. А теперь смотри, если посмотреть сейчас извороты предательства и варианты лжи, которые являются предающими, то, знаешь, это как пастельные тона. То есть первоначально был зеленый, желтый и синий, или зеленый, желтый, красный, да, а потом начали добавлять, основные цвета, потом начали добавляться оттенки, потом смешение, смешение, вот уже такие пастельные тона, которые, например, те же самые африканцы могут не видеть, не различать своим зрением, а человек, например, европейский легко различает. Вот сейчас вот все, что касается предательства себя, вот у нас уже идет игра в пастельных тонах таких, то есть там, где варианты, когда я вот здесь соврал, вот здесь не соврал, а вот здесь, и вот эти вот все, и ты смотришь на это, кажется, ну какое же это предательство себя, я всего лишь подавил себя, какое-то предательство себя я всего лишь уступила, какое-то предательство себя я всего лишь услужила, чтобы человеку было хорошо, и так далее. Вот эти вот всеоттеночные вещи, их на самом деле научиться только замечать в себе, это залог здоровья, но это же все подмена искренности. То есть предательство это не только перейти на сторону врага с копьем, предательство это не только переспать они со своим мужиком, да. Предательство – это не только. Это еще куча вот этих моментов, где ты сам себе солгал в мелочах. А мелочей не бывает. Из мелочей строятся все декорации, вся игра. И вот получается, упуская вот эти декорации, кажется, ну мелочь. Но мелочь – ничего, что там гувернантка воспитает мою дочь. Она хорошо ей даст французский язык или английский. А на самом деле, вот оно, предательство себя во всем. Вот если бы рассматривать жизнь с позицией, где я не в гармонии сам с собой. Опять-таки, отказ от чувствования, отказ от тела, отказ от жизни. Что это не предательство себя? Предательство. Это даже не оттеночные такие основные тона. Когда человек начинает рассказывать о том, что мне здесь плохо, мне там будет хорошо. А предательство начинается с неблагодарности. Кстати, вот эти последние наши погружения на экспериментах, когда каким-то чудом мы взломали систему там, где прописан частотный диапазон. Да, да. И его немножко перепрописали. И мне сейчас интересно, как будут развиваться события просто в наблюдении. Потому что, вот помнишь, ты тогда сказала, что пойдет очень много разноса по религиям, причем по всем. По всем религиям, да. И я уже вижу, что в СМИ пошло просто про то, что творится в религиях. То есть, ну, ядро болезни, ядро болезни, ядро гомосексуализма, ядро извращений, ядро обмана, ядро обмана, причем на таком уровне, что обманывают всех подряд. И государство, и сами себя, и внутри, и везде. То есть, вот когда на все это смотришь, я уже вижу это в СМИ, и понимаю, что вот она пошла меняться частота, значит, здесь будет обвал. Да, смотри, я на эту тему, да, немножко вот расскажу, кстати. Вот, когда ты видишь в СМИ, да, это мы с тобой видим, и другой тоже человек, он видит это, но восприятие этого разное. Я почему так сказала? Потому что, когда мы коснулись вот этого, да, я перевела это на своего папу. Потому что он очень религиозный человек, очень. И я просто вот прочувствовать, как он воспринял бы эту информацию. И ты знаешь, я поняла, что так большинство людей воспринимает абсолютно все. И ты даже поймешь еще о ком, сюда же можно в общий котел. Смотри, если бы я папе сказала про религию, что там творится, да, вот я, он бы сказал, детка, ты с ума сошла, ты не туда вообще, ты безбожница там, или что-нибудь сказал бы, да. Хорошо, я бы сказала, смотри, папа, ты вот свято веришь телевизору. Вот смотри, вот тебе доказательство того, что там вот того-то вскрыли, того-то. Он, я прям чувствую, он вот, знаешь, его ошарашит, он будет в шоке, что авторитеты, для него же наука и религия, ну, то есть, ну, понимаешь, авторитеты вынесены. Он ошарашится, но в голове у него будет тут же происходить оправдалка. А, ну, это только в этом месте где-то. Ай, ну, мы же все люди. То есть, как и я в этот момент так, пум, у меня внутри, понимая. Смотри, человек начнет изворачиваться, только бы не было больно самому себе, потому что вдруг рушится авторитет перед ним. И вот так все люди, они найдут оправдалку любому очевидному факту, любой правде, любой, вот, прозрачности, да, найдут, любую, потому что болит внутри, будет болеть. И поэтому лучше, чтобы я это себя обману, найду оправдалку любую, только бы авторитет не рухнул. Потому что, как только рушится авторитет, человека это то же самое, как лишиться жизни, то есть перед смертью стать. Только вот прям я это так почувствовала. И поэтому смотри, насколько глубоко ложь и обман въелись, въелись в людей. другой жизни, то есть мир болен, мир болеет. И человек готов самообманываться, только бы не взять ответственность на себя, только бы не вернуть силу себе. Представляешь? Да. Вот это об авторитетах тех самых. Я тебе просто сказала, что ты поймешь то же самое. Когда ты статью дала почитать, это сюда же. Будет вытиск, ум в голове будет мгновенно искать оправдалку. Чего-нибудь, понимаешь? За что зацепиться? Зацепиться, только бы авторитет остался на пьедестале. Ну, ты помнишь, как в нашей работе вот у людей, когда рушится авторитет, например, той же самой медицины. Ну, вот ты уже имеешь последствия медикаментозного вмешательства, ты уже имеешь последствия прививок, ты уже имеешь последствия лекарств, ты уже имеешь. И что ты делаешь? Ты опять идешь туда. Ну, подожди. Ну, ты имеешь на своем теле, ты имеешь на своих детях, ты имеешь на своей семье, но ты уже проживала опыт, когда и ты оправдываешь этот опыт и говоришь, ну, вот теперь по этой теме мне точно помогут. Да, это то, да. То же самое, как с религией. Да, это те же грабли. Те же грабли. Это так же, как человек знает, что если вот лужа, у него на пути лужа, что если он ступит, то вымочится, он будет ступать все равно. Причем, вот то, что, когда мы вчера или позавчера с человеком, вот ведь уже очевидно, что то, что ты достал из психики и то, что идет в разрез с медициной для человека, будет непостижимо и человек не воспользуется этим, потому что надо приложить усилия и включить извилин. И мы даже, когда доставали эту информацию, когда подсознание говорило, ну, вот скажите вот это, вот это и вот это, но человек не пойдет на это. не пойдет, потому что он свято верит, он свято вынес ответственность на медицину. Все. И в таком случае даже уделять внимание, отвечать и писать. Бессмысленно. Вообще бессмысленно. То есть, на самом деле, вот после последних наших расширений и вот того, что сейчас с нами происходит, вот эти последние несколько дней, когда реально нас штормит, тебя и меня, идут осознания, и самое интересное, что консультации сколько бы нас заказывали, я не знаю, когда их делать, но сам факт, что люди обращаются, обращаются, как будто в последний вагон пытаются впрыгнуть, а у меня внутри полное осознавание, ребята, всем нужна болезнь, некого спасать, вы все спасены, вы все спите, и вы все равно этого не услышите, потому что надо не только услышать, надо измениться. От того, что Моресьев услышал бы с неба глаз Бога, который бы ему сказал «ползи» и да выползется тебе, от этого он бы не пополз быстрее. Моресьев полз, потому что он хотел жить. Моресьев полз, потому что он знал, что для него жизнь важна. Потому что ему жизнь интересна. И он рассчитывал только на свои силы, он рассчитывал только на свои знания, и он полз. Ему было интересно остаться в живых. И понимаешь, его не надо было убеждать, что Бог в нем, ему не надо было рассказывать много речей и так далее. А когда ты видишь человека, который сидит на попе, ползти не собирается и ждет, что его медицина спасет, то рассказывать ему варианты из подсознания наверное глупо вообще. Да, да, да. Потому что он это обесценивает. И в то же время он в этом нуждается. Ты вот обрати внимание, человек, позавчера мы с тобой работали, человек в этом нуждается, он просто вот идет. Но ты ему даешь то, что... Ну, то есть рассказываешь, показываешь, говоришь, что надо делать, а он это обесценивает. Да, да, и это на этом останавливается. То есть обесценивает самое-самое ценное то, что для него это и есть жизнь, это и есть как воздух, да. А он его же не видит, поэтому обесценивает. У меня на самом деле сейчас такие зависания внутри, такая неопределенность, как двигаться по консультациям дальше. Ну, просто шок. Просто готовности вести по 2-3 года на себе человека уговаривая, ее уже нет. То есть тогда, когда мы начинали работу с детьми, когда их там было 300 человек, когда у нас интерес горел, мы проходили. Это был определенный этап, да, когда мы везли, везли и работали там по дурной количеству часов, да. Сейчас мы все равно работаем, но интерес изменился. Хочется идти вместе с теми, кто идет. Но тогда первично человек идет. То есть вплоть до того, что, ну, ребят, давайте начинать с того, что вы читаете книгу Бориса Полевого пояса о настоящем человеке. Но я не знаю, как по-другому. Я не знаю, как по-другому, потому что при этом я осознаю, что действительно мы можем, мы можем сегодня выключить болезнь у человека на раз, два, три, даже без его изменений. Но поможет ли это человеку? Нет. А почему нет? Потому что, если ты не научился мыться, то ты обосрешься снова и снова загниешь. и смысл тебе менять рак на что-то другое. Да, да, потому что у человека, потому что у него потребность болеть, он другой жизни не знает. То есть ты ему эту болезнь отключи, он включит другую. У него внимание на болезни всегда. Да, да, это его жизнь. То есть вот понос, да, прекрасно был понос. Выключили понос, бог помог. Да, да. Пошла золотуха. Потребность, как потребность. Он же создает следующий. Болезнь – это потребность. Он генератор болезни внутри. Да, да. И вот поэтому сейчас… И это бесконечно, 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 пока рис уже не закончится. Поэтому вот все, что касается… И что толку тянуть. Все, что касается генератора заболеваний, тогда и смотришь вообще на эту игру сейчас под другим углом восприятия. Если смотреть с масштаба тела большего размера, да, грубо говоря, большего размера, с другого масштаба, то ты видишь, что вся эта игра – это огромный фурункул. Да? И в этом фурункуле будут здоровые клетки, но основная масса клеток больна, и для системы это фурункул. Это спасение, на самом деле, для системы, то, что фурункул созреет и вырвет его, да. Взорвет. И будет перезагрузка. Но при этом будут здоровые. Но при этом останутся и здоровые. Поэтому сейчас вопросов больше, чем ответов, на самом деле. И по теме лжи, потому что она основная для игры в предательство себя. Это вообще капец. Ну, это факт. Но самое прикольное, что вот это все производит создающее сознание. Создающее сознание. Генерирующее сознание, да, которое забыло, что оно создает. Которое просто кто-то поспит. А выход где? А выход в самом человеке. В самом человеке. Да, в самом. Который верит только сам в себя. Как я давно-давно говорила, еще инфодайвинге, но причем несколько раз прям волнами я и так конкретно, что все, что происходит в мире, вот вообще можно отключить вот так. Но только если в самом человеке проснется, знаешь, так бог, так осознание. Потому, любовь. Потому что та любовь, за которую сейчас дерутся, за которую сражаются, за которую там готовы, я не знаю что, то есть за любовь, за которую готовы драться и грызться, это не любовь. Это болезнь. Это боль. Потому что любовь – это свобода, это сила. А если ты за нее дерешься, то это уже слабость. Это искаженная любовь. И это о болезни, о боли, о переживаниях, о страданиях. Блин, это так очевидно, вообще невероятно. Человек просто, просто, человек, я буду говорить так образно, построен любовью, то есть из любви выстроен, из здоровья выстроен, а он нафиг это все разрывает и криком кричит «Я болею, я хочу болеть». Потому что он в объективной реальности. Потому что себя нет. А субъективную реальность он обесценил. Себя для себя нет. А смотри, как классно тот же самый искусственный интеллект недавно подсветил, когда была создана героиня там, и эта героиня там выиграла конкурс красоты, и она там, она там, она там, целая история о ней. То есть это вымышленный, собранный искусственным интеллектом персонаж, который уже победил в конкурсе красоты и так далее. И уже миллионы поклонников у этого вымышленного персонажа. И теперь смотри, если мы посмотрим вот сейчас восприятие «Я» на вымышленный персонаж, который мы знаем, что он создан искусственным интеллектом, но кто-то не знает. Предположим, что мы не знаем, что он создан. Скажи, чем он отличается от Байдена, от всех других? Ничем. Да ничем. И это на затравку, но подумать насчет поклонения тем персонажам, которые в вашей реальности отсутствуют. Которые вы в них свято верите. Важнее вас, да. Вынося ответственность в себя. Да. Даже скажу... Фильм «Матрица». «Матрица» в чистом виде. Даже скажу сейчас вообще бомбическую вещь. Как только вы говорите, «Мама» это самое святое, что у меня есть. Вы в ловушке. Вы уже предали себя. И это не значит, что не надо быть благодарным матери. Матери, да. «Мама» 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 Субтитры создавал DimaTorzok